привет друзья и любители тайм вселенной вы когда-нибудь задумывались что находится за горизонтом событий что такое черные дыры на самом деле сегодня мы погрузимся в самые глубокие уголки космоса и разберем мифы и правду об этих загадочных объектах приготовьтесь потому что некоторые факты могут полностью перевернуть ваше представление о черных дырах вы на канале космос и мы если вы также как и я одержимы космосом и всем неизведанным то обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал чтобы не пропустить наши будущие космические путешествия итак начнем наше расследование первый миф который мы развенчаем звучит так миф номер один черные дыры это космические пылесосы которые бесконечно засасывают все подряд начнем с самого распространенного заблуждения многие представляют черные дыры как некие пылесосы которые летают по космосу и жадно поглощают все на своем пути планеты звезды галактики это не совсем так правда такова черные дыры это объекты с невероятно сильной гравитацией но эта гравитация ощутимо только в непосредственной близости к ним позвольте объяснить на простом примере если бы наше солнце внезапно превратилась в черную дыру той же массы земля бы продолжала вращаться вокруг нее по той же самой орбите ничего бы не изменилось просто стало бы темно и холодно согласитесь не самый лучший сценарий для пикника черные дыры поглощают материю только в том случае если она находится достаточно близко чтобы быть захвачены их гравитационным полем их зона влияния не так уж и велика как кажется это как с обычным пылесосом он не будет засасывать мусор с другого конца комнаты запомните этот момент он пригодится чуть позже когда мы поговорим о горизонте событий переходим ко второму мифу миф номер два мы можем видеть черные дыры в телескоп ох это было бы очень круто не так ли представьте направить телескоп и увидеть там что-то невероятное но к сожалению это невозможно правда в том что черные дыры так называются именно потому что их гравитация настолько сильна что даже свет не может ее покинуть поэтому они абсолютно невидимы для нас мы не можем увидеть черную дыру напрямую но это не значит что мы не можем их обнаружить астрономы используют несколько хитрых методов первый метод наблюдение за их влиянием на окружающую материю если звезда вращается вокруг невидимого но очень массивного объекта это может быть скорее всего черная дыра второй метод рентгеновское излучение когда материя то есть газ и пыль закручивается вокруг черной дыры она нагревается до невероятных температур испуская при этом мощные рентгеновские лучи эти рентгеновские вспышки мы можем зафиксировать нашими телескопами третий метод гравитационные волны слияние двух черных дыр или нейтронных звезд вызывает рябь пространстве времени это и есть гравитационные волны эти волны были предсказаны великим эйнштейном и впервые зафиксированы обсерваторией лига в 2015 году это было грандиозное открытие которое открыло новую эру в астрономии и помогло нам услышать космос время для третьего мифа миф номер три черные дыры это порталы в другие измерения или другие вселенные множество научно-фантастических фильмов и книг представляют черные дыры как своего рода тоннели для путешествий во времени или даже в другие измерения это конечно очень заманчивая идея но правда в том что на данный момент нет абсолютно никаких научных доказательств подтверждающих эту гипотезу теоретически сингулярность это точка бесконечной плотности в центре черной дыры это место где законы физики которые мы знаем перестают действовать некоторые ученые предполагают что там могут происходить очень странные вещи но доказательств что это портал нет скорее для объекта попавшего в черную дыру это билет в один конец в никуда а точнее сингулярность где он будет раздавлен бесконечной гравитации термин кротовая нора действительно существует в общей теории относительности но это гипотетическая структура которая отличается от обычной черной дыры и требует экзотической материи для своего существования так что пока что путешествия сквозь черные дыры остаются лишь фантастики четвертый миф на сегодня миф номер четыре если вы попадете в черную дыру вас мгновенно разорвет на части это знаете отчасти правда но с очень важными нюансами правда такова до вас разорвет на части но не мгновенно и не совсем так как вы возможно себе представляете этот процесс называется спагеттификации представьте что вы падаете ногами вперед гравитация на ваши ноги будет действовать сильнее чем на голову потому что они ближе к центру черной дыры это разница в гравитации будет растягивать вас как макаронину спагетти пока вы не разорветесь буквально на атомы однако есть один очень важный момент это зависит от типа черной дыры звездные черные дыры у них горизонт событий то есть точка невозврата находится относительно близко к сингулярности здесь спагеттификация произойдет очень быстро еще до того как вы пересечете этот самый горизонт событий а вот сверхмассивные черные дыры эти монстры находящиеся в центрах галактик например наш стрелец а со звездочкой в центре нашей галактики могут быть в миллионы или даже миллиарды раз массивнее солнца у них горизонт событий находится гораздо дальше от сингулярности это значит что если вы попадете в сверхмассивную черную дыру то сможете пересечь горизонт событий даже не почувствовав мгновенного разрыва вы даже не заметите этого просто вы уже не сможете вернуться обратно правда после этого вас все равно ждет неизбежная участь спагетти но уже гораздо позже следующий пятый миф миф номер пять черные дыры нарушают законы физики это очень глубокий философский и научный вопрос который часто возникает в дискуссиях правда такова черные дыры это не нарушение законов физики а скорее их экстремальное проявление они являются прямым следствием общей теории относительности альберта эйнштейна законы физики продолжают действовать и вблизи черных дыр просто их проявления становятся крайне необычными для нашего повседневного опыта например замедление времени возле черной дыры время течет медленнее для внешнего наблюдателя объект падающий в черную дыру будет замедляться пока не застынет на горизонте событий с точки зрения самого объекта он пересечет горизонт событий за конечное время а еще искривление пространство времени масса черной дыры настолько велика что она искривляет пространство время вокруг себя до такой степени что все пути ведут только внутрь единственное место где наши текущие законы физики ломаются это сама сингулярность именно поэтому ученые ищут теорию всего или квантовую гравитацию которая могла бы объяснить что происходит в этой точке удивительно не правда ли шестой миф на сегодня миф номер шесть черные дыры это вечные объекты которые никогда не исчезают на первый взгляд так кажется ведь они такие мощные и неизменные но правда такова стивен хокинг один из величайших умов современности выдвинул революционную теорию известную как излучение хокинга согласно ей черные дыры не являются абсолютно черными они испускают излучение из-за квантовых эффектов на горизонте событий это излучение приводит к тому что черные дыры медленно теряют массу и в конечном итоге испаряются правда этот процесс невероятно медленный для черной дыры массой солнце это займет триллионы нет квинтиллионы лет гораздо дольше чем нынешний возраст вселенной так что не стоит беспокоиться что черная дыра в центре нашей галактики скоро исчезнет но сам факт того что они не вечны очень важен для нашего понимания вселенной седьмой миф миф номер 7 черные дыры это редкие и экзотические объекты вовсе нет правда такова черные дыры как мы теперь знаем довольно распространены во вселенной звездные черные дыры они образуются когда очень массивные звезды в несколько десятков раз массивнее солнца исчерпывают свое топливо и коллапсируют под действием собственной гравитации в нашей галактике их вероятно миллионы только представьте сверхмассивные черные дыры почти в центре каждой большой галактики находится сверхмассивная черная дыра они могут быть в миллионы или миллиарды раз массивнее солнца они играют ключевую роль формирование и эволюции галактик хотя точный механизм их появления до сих пор остается предметом активных исследований и и наконец восьмой миф миф номер восемь однажды черная дыра поглотит всю нашу галактику это классический сюжет для фильмов катастроф но он далек от реальности правда такова как мы уже говорили черные дыры не являются космическими пылесосами которые бесконтрольно засасывают все подряд сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики стрелец а со звездочкой находится на расстоянии около 26 тысяч световых лет от нас ее гравитационное влияние на солнечную систему примерно такое же как у любой другой звезды в этом регионе мы вращаемся вокруг центра галактики как и миллиарды других звезд но мы находимся на стабильной орбите и не движемся напрямую к черной дыре конечно галактики сталкиваются и черные дыры могут сливаться через несколько миллиардов лет наша галактика млечный путь столкнется с галактикой андромеды их сверхмассивные черные дыры вероятно сольются в одну еще более крупную черную дыру но даже тогда вероятность того что солнечная система будет непосредственно поглощена крайне мала скорее всего мы просто получим новую немного измененную орбиту в новой еще большей галактике так что можете спать спокойно мы подошли к концу нашего исследования черных дыр надеюсь вам было интересно и познавательно пожалуйста делитесь своими мыслями и задавайте вопросы в комментариях давайте продолжим обсуждение и вместе раскроем еще больше тайн вселенной итак друзья мы развенчали некоторые из самых популярных мифов о черных дырах мы узнали что они не космические пылесосы их нельзя увидеть напрямую они не являются мгновенными порталами и не нарушают законы физики а лишь демонстрируют их в экстремальных условиях более того они даже испаряются хоть и очень медленно черные дыры это одни из самых интригующих и загадочных объектов во вселенной они продолжают бросать вызов нашему пониманию космоса и вдохновлять ученых на новые открытия дорогие зрители мы на пороге новых открытий и каждый из вас может стать частью этого удивительного путешествия поддержите науку интересуйтесь задавайте вопросы и оставайтесь с нами вместе мы сможем разгадать тайны вселенной а как вы считаете смогут ли когда-нибудь ученые разгадать все тайны черных дыр какие еще мифы о космосе вас интересуют напишите об этом в комментариях я обязательно прочитаю если вам было интересно и вы узнали что-то новое поддержите это видео лайком и подпиской это помогает каналу расти а мне делать для вас еще больше классных видео и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить наш следующий полет в неизведанное до встречи в следующем выпуске а а а Продолжение следует...